Здравствуйте, друзья! Опять в Москве 17.03 и начало вечера. Это программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Как обычно, будем говорить о способах заработать деньги, обо всем, что связано с бизнесом и с предпринимательством. Сегодняшняя тема, я думаю, равнодушным никого не оставит. Мы сегодня поговорим о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Итак, мои гости. Копейкин Михаил Юрьевич, заместитель председателя Внешэкономбанка и Наталья Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Телефон прямого эфира, напомню, 495, это код города 6510996, либо вы можете написать на сайт Финам.ФМ. Ну что, наверное, начнем с того, чтобы, не то чтобы представить, я думаю, представлять гостей отдельно не стоит. Внешэкономбанк, один из крупнейших, наверное, и самых важных инструментов государственной политики в области малого и среднего бизнеса. Ну, Минэкономразвитие, я думаю, название говорит само за себя. В рамках подготовки к Международному экономическому форуму в Сеуле, Корея, который пройдет 3-9 ноября, собственно, тема развития малого и среднего предпринимательства будет ключевой на этом форуме. Мы, собственно, и побеседуем с моими гостями о том, как же, собственно, государство помогает развивать бизнес малому и среднему предпринимателю. Ну, на самом деле, у нас была похожая тема недавно, государство и бизнес, и мы ее начинали, собственно, с того, что определяли, а что же, собственно, нужно государству от бизнеса и что бизнесу нужно от государства. Вот как вы считаете, что государству нужно от бизнеса, какие задачи ставит перед собой государство? Я думаю, что государство ставит перед собой задачу создать условия, чтобы бизнес и в том числе малые и средние предприятия достаточно быстро развивались, активно росли, выпускали прогрессивную высокотехнологическую продукцию и в значительной степени, может быть, определяли лицо российской экономики. А в чем именно ценность среднего и малого бизнеса? Почему не крупного? Почему крупный мы не поддерживаем вроде как, а малый и средний поддерживаем? Нет, я думаю, что государство поддерживает и крупный бизнес, и малый и средний бизнес, просто есть определенная специфика. К малым предприятиям мы относим предприятия с выручкой до 1 миллиарда рублей в год. Как правило, эта численность меньше, чем 250 человек, и что важно, что доля участия государства, крупных компаний или иностранных лиц в уставном капитале такого предприятия не должна превышать 25%. При этом хотел подчеркнуть, что у нас, по данным Росстата, работает действующих порядка 3,2 миллиона малых и средних предприятий, и они выпускают 21% валовые внутренние продукты, продукции Российской Федерации. 21% ВВП? Поэтому это очень такой серьезный сектор в экономике России, и во многом от того, в каких условиях он находится, в том числе, как и финансируется, конечно же, очень много зависит. Это как бы буквально пару слов относительно того, какое место этот сектор занимает в экономике России. Дальше, почему именно там малые или средние? Просто проводилось значительное количество исследований, и многие из этих исследований говорят о том, что именно средний бизнес, наиболее восприимчив к изменениям, на этих предприятиях достаточно активно реализуются проекты, связанные с инновациями, с модернизацией, с техническим перевооружением. Потому что, с одной стороны, это предприятие уже как бы встало на ноги и занимает определенную позицию на рынке, и, с другой стороны, оно должно развиваться и завоевывать, как бы, новые высоты и новые позиции в рамках той деятельности, которую осуществляет. То есть, во-первых, это, скажем так, инновационная часть, поэтому развивать малый и средний бизнес – это, значит, развивать инновации. В том числе. И, в том числе, что, скажем, это наиболее мобильная часть бизнеса, поскольку крупный бизнес, он такой тяжеловесный, реагирует на все долго, а малый и средний, вот, они как бы очень чувствительны к изменениям какой-то, вот, каким-то изменениям макроэкономическим, допустим. Да, быстро реагируют на эти изменения, которые происходят во внешней среде и в экономике. Наталья, я предлагаю включиться в разговор. Почему же малый и средний бизнес? Согласны ли вы с Михаилом? Вы знаете, я бы отметила, что, наверное, вообще бизнес, если мы говорим о бизнесе негосударственном, это некий такой способ экономической самоорганизации людей. И вот так вот организуюсь, они снимают с государства какие-то обязательства. То есть, грубо говоря, люди, которые сами платят себе зарплату, они не требуют повышения окладов, они, значит, не требуют пособий по безработице. Они достаточно активно стимулируют развитие других бизнесов, потому что они, если придут, то, наверное, в частную медицину, они, если будут учить людей, то в частных школах. То есть, это на самом деле совершенно такой иной способ, повторюсь, экономической самоорганизации, экономического мышления. И мы говорили о том, что доля малого бизнеса выпадает 21%, а вот каждое четвертое место рабочего экономики становится малым и средним бизнесом. Представляете, вот каждое четвертое – это огромный пласт экономики. Это не какой-то такой оазис в пустыне, вот малый и средний бизнес. Это четвертая часть пирога, достаточно существенная. Поэтому мне бы хотелось помимо такой экономической инновационной составляющей еще отметить такую социальную роль, которую играет малое и среднее предприятие. И она особенно так явно проявляется на муниципальном уровне. То есть, предприниматель, он, когда зарабатывает деньги, он по-другому относится к тому месту, в котором он живет. Это другие люди, нежели просто те же работники бюджетной сферы. Ну, наверное, более активные, более каким-то активным жизненным подходом. Ну, и, естественно, люди, которые не будут жаловаться на государство, что все плохо, будут сами себя обеспечивать. Более оптимистичны, несмотря на все сложности, они более оптимистичны. Зарабатывать сами, собственно, не требовать от государства какой-то хорошей, бесплатной каких-то услуг и так далее. То есть, это, ну, скажем так, снимает некое бремя с государства. Окей, и, собственно, наоборот, а что же бизнесу, собственно, надо от государства? Ну, у нас были уже, собственно, тема такая уже избитая достаточно, были уже и выводы определенные. Сейчас я их перечислю, вы можете согласиться, можете что-то добавить. Ну, во-первых, наверное, от государства бизнесу требуется некая прозрачность, то есть, каких-то процедур, законодательства. Скажем так, минимальной степени бюрократизации, наоборот, некая вот транспалентность, если так можно выразиться. Это первое. Ну, и второе, наверное, собственно, какие-то меры поддержки, ну, это, опять же, наверное, в идеале. Ну, если, конечно, государство будет как-то помогать, стимулировать, то это здорово. Ну, первое, это прозрачность, и второе, ну, вот, наверное, какие-то позитивные, называется... Государство, надо, чтобы государство, он видел меньше. Да, 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 об этом мы говорили, и было такое мнение, что пусть не мешают. Вот, тоже. Как вы считаете, вот, что здесь, как правильно поддерживать или не мешать, или что? Ну, я боюсь, что сейчас не мешать, к сожалению, не получится, но, действительно, нам надо проводить серьезную ревизию законодательства, все-таки, и убирать те нагромождения, которые государство, там, за последние 10-15 лет, все-таки для бизнеса поставило. Поэтому сейчас государство, оно должно быть очень активным, активно взаимодействовать с бизнесом, чтобы эти завалы развивать. Но, наверное, мы когда-то придем вот к той стадии, когда, действительно, уже бизнес будет работать, и встречаться с государством только виртуально, нажимая на клавишу «Отправляй налоговую декларацию». Но этот путь нам надо пройти. И, мне кажется, вот, нельзя жить в системе противопоставления или то, или другое, и завалы вместе разгребать, и поддержку оказывать. Это просто и та деятельность должна идти параллельно. Нельзя между ними выбирать. То есть нужно какое-то взаимодействие, наиболее, чем теснее, чем, что называется, отлажение этого взаимодействия будет, тем лучше. Михаил, согласны, да? Да, я согласен, только добавил бы еще пару моментов, если вы позволите. Первая, мне кажется, все-таки самая главная, она характерна не только для малого и среднего бизнеса, но и вообще для бизнеса, в том числе и крупного, и для предпринимательства. Мне кажется, что главная проблема – это то, что правила очень часто меняются. Вот, если бы государство выработало правильные, понятные, четкие правила, долговременные, причем с однозначностью толкования, мне кажется, это помогло бы предпринимательству достаточно сильно. Потому что у нас проблема в том, что разные или одни и те же законы толкуются по-разному. И в конечном итоге это выливается в административные барьеры. И вот чем больше таких непонятных моментов, тем больше административных барьеров, тем труднее малому и среднему бизнесу развиваться, и тем больше этот бизнес должен платить за то, чтобы преодолевать эти барьеры. То есть нужна какая-то стабильность? Конечно. После новостей продолжим тему? Конечно. Продолжаем говорить о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В студии у меня Михаил Копейкин, заместитель председателя Внешэкономбанка, и Наталья Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. Итак, поговорили уже о том, что, в принципе, бизнес ждет от государства стабильности, некой прозрачности, ну и, соответственно, в идеале какой-то поддержки, хотя было мнение, что, в общем-то, лучше и не мешать. Ну, на предыдущих наших программах так высказывались представители бизнеса. А теперь давайте рассмотрим, а что же у нас сейчас есть в правовом, что называется, поле для того, чтобы как-то реализовывать политику государства. Насколько я знаю, у нас есть закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Он был принят еще достаточно давно, 95-й год, потом, значит, новая редакция была в 97-м году, и с тех пор как-то вот дополнялся. Ну, я вас поправлю, новый закон принят в 2008-м году, отменив старый, 95-го года. Ага, все, да, значит, был 95-го, приняли в 2007-м, и потом уже к нему поправки идут. Ну, они идут точно, то есть... Закон в основном устанавливает некие, что называется, правила игры. Во-первых, то, что государство, в общем-то, ставит себе некую цель, поддержка предпринимательства, ну и прописывает определенные нормы. То есть, что считать малым предприятием, что считать средним предприятием, и что считать... Ну, о крупных там речь не идет, но про верхний лимит уже Михаил сказал, да, миллиард рублей оборота. Оборот 1 миллиард рублей в год. Это как раз вот данные, которые я сказал, не содержатся в этом законе. И, насколько я помню, там еще был лимит по численности 250 человек. Это среднее предприятие, есть малые предприятия, есть еще микропредприятия, там численность до 15 человек. Точно. И оборот, по-моему, там 80 миллионов, да, если я не ошибаюсь. 60 миллионов. 60 миллионов оборота. То есть, вот есть такие три класса, микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия, которые в законе прописаны. И прописана там некая схема, наверное, взаимодействия и поддержки этих классов предприятий. Но, тем не менее, конкретных каких-то программ там нет. То есть, задается в законе некое направление, что надо поддерживать. Вот, конечно, дьявол, как всегда, в деталях. Как именно осуществляется эта поддержка и какие основные направления этой поддержки? Вы знаете, этот закон, мы когда его написали, он подвергся критике, что вот рамочный закон, нет конкретных сумм, сколько кому в руки давать, да. Но, на самом деле, если мы сейчас посмотрим то, что произошло за 4 года, закон стал такой базой, опираясь на которую мы потихонечку подстроили много инструментов под поддержку. Вот мы с вами говорили оборот малых микропредприятий 60 миллионов. Вот если мы с вами откроем налоговый кодекс, мы увидим, что, оказывается, специальные налоговые режимы у нас настроены. И для компаний с оборотом до 60 миллионов. Вот, пожалуйста, уже у нас прямое отражение закона о малом бизнесе в налоговом кодексе. Открываем с вами закон о размещении государственного заказа. И там опять видим, что для компаний малого бизнеса существует квота при выделении государственного заказа. Там до 20% должно размещаться на аукционах. Открываем законодательство о приватизации и видим, а вот там существует целая система специализированных процедур приватизации для субъектов малого и среднего уже предпринимательства. Таким можно еще приводить примеры, поэтому, опираясь на этот закон, нам удается выносить точечные поправки. Вот, например, отмена обязательного аудита для компаний до 400 миллионов оборотов. А почему до 400 миллионов оборотов? А потому что это оборот малых компаний. Все малые компании три года назад были выведены из системы обязательного аудита. Поэтому закон стал базой и потихонечку он рассредоточился в других законах. Да, я предлагаю поподробнее остановиться на каких-то очень базовых вещах, чтобы понимать некую базу. То есть у нас есть налоговая политика в отношении малого и среднего бизнеса. И там есть такие замечательные вещи, как упрощенная система налогообложения, ОСН, такая вещь, как ЕНВД, единый налог на вмененный доход. То есть это уже, в общем-то, если поподробнее, наверное, все знают. Я обчеркнула для наших слушателей, есть еще одна замечательная вещь, которая появилась в июле, и, к сожалению, наверное, не все еще об этом знают. Это патент, это самая простая система налогообложения для малых предприятий. Она же была патентная система. Она была в составе упрощенного налога, ОСН. Сейчас она отдельная глава, она совершенно другая. Поэтому слово осталось, начинка поменялась. ОСН, на самом деле, очень, мне кажется, интересная и полезная вещь. Я сам ее использую, я сам такой микропредприниматель. Суть ее в том, что можно платить 6% с оборота и, в общем-то, практически не думать больше ни о чем. Или разница между доходов и расходов в ряде регионов, это 5%. И второй момент, это да. Это как налог на прибыль 5%. Вы читаете расходы из доходов и платите... В зависимости от региона, от 5 до 15%. Это региональная власть устанавливает. То есть, в принципе, довольно просто, если вы, как обычный человек, захотели вдруг стать предпринимателем. Таких людей у нас, судя по статистике, в ЦИО всего 4% в России. Но, тем не менее, если вы захотели стать предпринимателем, вы можете зарегистрировать либо ООО, либо еще проще зарегистрировать ИП, то есть, как бы стать индивидуальным предпринимателем и, собственно, подать, открыть себе налоговый режим ОСН, да, перейти на ОСН. И после этого все деньги, которые вы каким-то образом привлечете своим бизнесом, вы с них просто платите 6%. Очень просто и понятно. Я все-таки возвращаюсь к патенту. Это еще проще, еще понятнее. Патент, он на определенные виды деятельности, то есть, он не на все же. Вы знаете, их 47 видов деятельности, 47, и, допустим, ваша деятельность туда подпадает. Он освобождает от необходимости сдавать декларацию. И самое важное, вы можете купить патент на срок от месяца до 12. То есть, вы решили заняться бизнесом и решили, что вот куплю патент на месяц, вообще посмотрю, что у меня и как. Вы просто платите месячную стоимость патента, это очень удобно. Да, это интересно. Суть патента в том, что вы просто покупаете некую лицензию, за нее платите фиксированную сумму, вне зависимости, какой у вас будет оборот. Ну, естественно, если он подпадает под, если вы подпадаете под малое и среднее предприятие, точнее, под нормы, я так понимаю, ОСН или не обязательно? Они совпадают, патенты ОСН совпадают в этой части по ограничениям до 60 миллионов. И не платите вообще никаких налогов? То есть, кроме того, что вы заплатили за патент? Да. И сколько в среднем стоит патент? А вы знаете, вот здесь очень интересная сейчас идет работа в регионах. Стоимость патента устанавливают региональные власти. И так как этот закон принят в июле, сейчас до 1 ноября в каждом регионе появится стоимость патента. Федеральное законодательство установило такую вилку от 100 тысяч до 10 миллионов. Я предупрямлю, 100 тысяч в год это 500 рублей в месяц налог. 100 тысяч в год 500 рублей в месяц? Казовая доходность, от нее платится 6 процентов, это получается 500 рублей налог по патенту. Нет, нет, вот я хочу купить патент на год, ну давайте какой-нибудь вид деятельности возьмем. 500 умножим на 12, это получается у нас 6 тысяч. 6 тысяч, 500 на 12 это 6 тысяч. 6 тысяч, наверное. 6 тысяч, да. От 100 тысяч это как раз и есть 6 процентов. Да, 6 процентов. И все, никаких налоговых претензий к вам государству не имеет. Какие примерно самые распространенные виды деятельности, на которые предполагается, что выгоднее будет купить патент, нежели чем? Торговля до 50 квадратных метров, общественное питание до 50 квадратных метров, все бытовые услуги, химчистка, ремонт обуви, ну вообще все бытовые услуги, репетиторство, очень много в сельской местности, это переработка. То есть 47 видов деятельности, вот самых обычных, связанных с обслуживанием людей, вот как раз они выбирались, исходя из того, что речь идет об обслуживании населения. То есть если человек хочет открыть, допустим, какую-то розничную точку, он думает, вот либо я покупаю патент, плачу фиксированную сумму, либо я, соответственно, плачу, допустим, 6 процентов с оборота, и вот где эта грань протеканная пролегает? Вот вы знаете, вот советский человек не умеет выбирать, да вот сейчас, мне кажется, все предприниматели будут стоять перед таким уникальным выбором, им впервые с 1 января предоставится самим право выбрать между четырьмя налоговыми режимами, общий режим налогобложения УСН, патент или ЕНВД. Вот раньше такого права не было, если в твоем регионе применялся ЕНВД, все, ты, значит, будешь платить ЕНВД, и никуда ты от него не денешься. Сейчас вот реально каждый может сесть, просчитать свой бизнес и для себя решить, мне выгоднее остаться на ЕНВД, оставайся, нет, мне выгоднее перейти на патент, подавай заявление, переходи. Вот это сложное решение, но на самом деле такой выбор, он сейчас вправе у каждого, раньше такого не было. То есть берете калькулятор, считаете, что интереснее, что выгоднее и, соответственно, подаете, применяете тот или иной режим. Хорошо, телефон прямого эфира у нас продолжает работать, 495, это код города, 6510996. Средство обратной связи, также еще одно, сайт Finam.fm, вы можете высказать свое мнение, либо задать вопрос экспертам в студии. Ну, если вы занимаетесь малым и средним предпринимательством, то я думаю, что вам, естественно, тема очень близка, поскольку то, что делает государство сейчас, мне кажется, довольно важно знать, по крайней мере. Как минимум, знать какие-то вещи, которыми вы можете воспользоваться, скажем так, в пользу своего бизнеса. На самом деле очень много людей, вот ко мне приходят в студию различные люди, и мы обсуждаем в том числе и какие-то государственную, какую-то поддержку и взаимодействие с государством. Очень многие говорят, что на самом деле мнение расходится. Кто-то говорит, что да, какую-то помощь они действительно смогли какой-то помощью воспользоваться, а кто-то говорит, что ничего вот от государства, собственно, не видел. То есть я думаю, что здесь, наверное, вопрос активности какой-то и осведомленности, может быть, конкретных людей. То есть кто-то знает какие-то, скажем так, возможности, а кто-то, ну, уже махнул рукой, что называется, исторически привык не доверять государству и ими этими возможностями не пользуется. Ну что ж, а наша задача про эти возможности сейчас рассказать и, по крайней мере, по максимуму постараться осветить эту тему. Так, налоговый режим, ну, с этим более-менее понятно, то есть есть, теперь у нас еще и патенты, да, с какого момента они у нас изменились? С 1 января, то есть с начала года. С 13-го года они вступают в силу. А, они вступают в силу с 1-го и 13-го года. Ну, а сейчас можно открыть налоговый кодекс, и там уже глава, она отражена. То есть она принята в июле, но вступает в силу с 1 января. Можно прочитать все условия. То есть уже сейчас можно начать просчитывать? Да. Хорошо. Это как какая-то базовая вещь, налогообложение. Что касается дополнительных каких-то вещей, ну, скажем так, то, что нужно еще малому предпринимателю, среднему, это, наверное, доступ к недорогому финансированию. То вот сейчас из-за чего у многих болит голова, потому что вступление в ВТО, в общем-то, как мне говорили, еще не вступили в ВТО, но уже банки ужесточили свои требования по кредитованию. Вот, тоже такая тема достаточно интересная. Кредиты, наверное, Михаил, мы с вами ее продолжим, поскольку ВЭБ как раз является неким инструментом. Для ВЭБа даже есть свой инструмент, банк малого и среднего предпринимательства. Ну, предлагаю все-таки эту тему осветить уже после новостей, поскольку она достаточно внушительная. Я думаю, что на этом мы сейчас закончим и уйдем на новости, а после новостей продолжим. Во второй части бизнес-класса продолжаем обсуждать развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В студии у меня именитые гости Михаил Копейкин, зампред Внешэкономбанка и Наталья Ларионова, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. Я надеюсь, что все бизнесмены малого и среднего бизнеса нас слушают. Телефон прямого эфира 495-6510-996. Ну и сайт всегда у нас продолжает работать, finam.fm. Пишите, предлагайте темы, задавайте вопросы экспертам. Итак, обсуждаем малое и среднее предпринимательство и остановились мы на том, что еще нужно предпринимателю, кроме, собственно, неких понятных режимов налогообложения, хороших условий. Что еще нужно? Нужны дешевые деньги. То есть Внешэкономбанк наверняка что-то делает в этом направлении. Михаил, расскажите, что конкретно сейчас в этом направлении делается. Внешэкономбанк, безусловно, в этом направлении делает. Я думаю, что делает много. Достаточно сказать, что за последние три года программа, которую реализует Внешэкономбанк, увеличилась в несколько раз. И мы являемся как бы основным оператором программы поддержки малого и среднего бизнеса. Это программа Министерства экономического развития. И за этот период общий объем поддержки малого и среднего предпринимательства вырос приблизительно в 20 раз. В настоящее время он составляет порядка 200 миллиардов рублей. Это достаточно серьезная сумма. Но при этом я вначале пару слов хотел сказать о том, что несмотря на то, что рынок финансовых услуг вообще развивается достаточно динамично в России, и средний и малый бизнес активно растет, и, в общем-то, можно сказать, что к 2011 году он уже фактически выходит на докризисные показатели своего развития. Тем не менее, он очень сильно недофинансирован, и имеются серьезные проблемы с доступом к источникам финансирования. Вы посмотрите, общий объем кредитования по итогам 2011 года составил больше 6 триллионов рублей. При этом лизинговых сделок было профинансировано порядка 370 миллиардов рублей, а факторинговые операции свыше 400 миллиардов рублей. Но последние данные и опросы, которые Внешэкономбанк заказывал, показали, что только каждое, только два из трех предприятий имеют возможность привлечь банковское финансирование или иное финансирование. А каждое третье предприятие не имеет возможности получить финансовые ресурсы. Поэтому, естественно, одна из основных задач – это создать такие инструменты и такие условия для финансирования, чтобы малые и средние предприятия могли в значительно большей, в большей степени пользоваться кредитованием от банков. При этом в России достаточно сильно дифференцирована по регионам возможность получения и финансирования малыми и средними предприятиями. 70% всех ресурсов приходится на три федеральных округа – это Центральный, Приволжский и Северо-Западный. Поэтому есть такое смещение. Это говорит о том, что малый и средний бизнес развит, конечно, неравномерно, исходя из всей территории Российской Федерации. Далее, то, что касается Внешэкономбанка. Я говорил, что мы достаточно много внимания уделяем развитию малого и среднего бизнеса. Но очень много, конечно, зависит от тех условий, на которых получают деньги для развития малого бизнеса или на каких они привлекаются. Я думаю, это самое главное, на самом деле, для предпринимателя, на каких условиях привлечь деньги. Я уже упоминал программу, которую сделало Министерство экономического развития. Вот на первом этапе было привлечено из средств Фонда национального благосостояния порядка 30 миллиардов рублей под программу. Но стоимость этих ресурсов была значительной. Вначале это было 8,5%, потом 6,25% годовых. Это говорит о том, что Внешэкономбанк эти деньги должен под эти проценты, соответственно, вернуть. Я знаю, что в одном из принципов работы Внешэкономбанка указана безубыточность. То есть вы должны явно не потерять. Да, мы должны не потерять. И как институт развития у нас действительно принцип «не как можно больше заработать», а именно принцип безубыточности зафиксирован. Поэтому, сейчас одну секундочку, я просто еще пару слов скажу. Далее Внешэкономбанк выделил своей дочке 10 миллиардов рублей еще под 0% для того, чтобы финансировать эту программу. Ну и были также реструктурированы еще два кредита на достаточно льготных условиях для МСП Банка, оператора этой программы. Давайте поясним, что такая дочка, а то я боюсь, слушатели буквально вас поймут. Да, это дочерние предприятия. И, исходя из этого, складывается уже стоимость тех ресурсов, которые могут представляться банком-партнером, организациям инфраструктуры и уже малым и средним предприятиям. Вот, и мы стремимся, конечно, чтобы эта ставка была как минимум на уровне нижней границы рынка. И вот в последнее время предпринимаем усилия, чтобы срок, срочность была свыше трех лет. И надо сказать, что если мы посмотрим по... Да, чтобы это были длинные деньги, потому что ни для кого не секрет, что, конечно, банкам выгоднее кредитовать торговые предприятия, где большой оборот, и, как правило, многие из них финансируют такого рода проекты. А вот то, что связано с производственными проектами, инновационными, модернизационными, новым строительством, это, конечно, уже в большей степени требует большего срока денег. И чтобы деньги выдавались на больший срок и достаточно понятная ставка. Потому что по данным, например, компании Moody's, средневзвешенная ставка по российскому рынку 17% годовых. Естественно, мало предприятий, особенно в сфере производства или те, которые занимаются инновацией, модернизацией, в состоянии выдержать такую ставку. Да, ставка приличная. Я думаю, что продолжим ее обсуждать отдельно. У нас... К нам дозвонился слушатель Роман. Роман, здравствуйте. Вы на линии. Здравствуйте. У меня есть очень чувствующий меня вопрос по поводу пациентов. И еще хотел бы, значит, еще одно небольшое уточнение. По поводу патентов. Зилка очень большая. От 100 тысяч до 10 миллионов. Какие критерии определения, сколько денег я буду платить за этот патент? И не является это же, как бы, еще одним окном для коррупции. И второй вопрос у меня. Где открываются сети? Частное предпринимательство, в общем, быстро умирает. Будут ли какие-то законы или вещи, которые будут ограничивать движение сетей в регионах или как-то ограничить их недеятельность? Спасибо. Спасибо, Роман. Но, мне кажется, интересные вопросы. Наталья, по патентам это, наверное, к вам, да? Да. Патент – это не рассчитываемая для вас индивидуальная сумма. А это сумма, которая будет установлена в законе субъекта Российской Федерации для всех предпринимателей, осуществующих их деятельности. Допустим, будет написано, для предпринимателей на территории Белгородской области, которые торгуют в помещении площадью до 50 квадратных метров, сумма патента составит базовая доходность 1 миллион рублей. То есть коррупционной составляющей нет, потому что нет индивидуального решения. Да, индивидуального решения нет. То есть открываете закон и просто его читаете. По поводу сетей, на самом деле в законе о торговле уже существует ограничение. Сегодня сети в рамках муниципалитета не должны занимать 25% от оборота всех предприятий торговли. И я могу сказать, что Федеральная антимонопольная служба, она пристально следит за этим нормативом. Пока планов поменять его нет, дискуссии на эту тему идут постоянно. И мне бы еще что хотелось отметить, очень многие сети это на самом деле классический франчайзинг. То есть когда просто предприниматель, он покупает франшизу, он такой же малый и средний предприниматель, просто он торгует под определенной маркой. То есть это один из способов развития бизнеса. Поэтому вот так вот как-то точно говорить, что это надо запретить, это не совсем правило. Но повторюсь, существует ограничение на 25%. А как это ограничение реализуется? То есть вот приходит сеть, да, ее не пускают? Да, просто Федеральная антимонопольная служба, если она увидит, что нарушение больше 25%, тебе надо продавать просто площади. Штраф, да, или просто закрывает? Ну, там целая система, ну, просто не закрывает, вносится предписание, существует определенная система, и ты должен прям продать площади, не можешь больше строить. Когда согласовывается строительство, подаешься Федеральной антимонопольной службе расчеты, и те могут отказать там лишних 100 квадратных метров. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что на вопрос Ромада мы ответили. Телефон прямого эфира 495-65-10-996, и возвращаемся к Михаилу. Вот процентная ставка на самом деле. Очень интересный момент. Все-таки 18% действительно. То есть это некая средняя ставка, по которой бизнес в среднем привлекает деньги. Ну, это, как я уже говорил, среднеэффективная ставка, которую определило агентство Moody's в своем исследовании по России. То, что касается программы, которую реализует Внешэкономбанк, то средства выдаются, как правило, на 2 года и более, или на 3 года. В последнее время мы сейчас уточняем свою стратегию, и вообще происходит определенная переинтация банка на то, чтобы он финансировал главным образом только проекты производственные в инновационной и модернизационной сфере. И ставка где-то по 2011 году составляет в среднем по такого рода проектам приблизительно 12,5%. То есть срок свыше двух лет и ставка 12,5% для конечного заемщика. И я не зря упоминал о регионах. Все-таки программа, реализуемая Внешэкономбанком, осуществляется во всех регионах 82. И таким образом через этот инструмент пытаемся повысить доступность к финансированию всех малых и средних предприятий, которые находятся в регионах. То есть получается так, если по-простому выражаться, средняя ставка на рынке 18, вы готовы дать под 12? Если по-простому выражаться, то, наверное, все-таки средняя ставка порядка 14%. Ага, все-таки 14%. Да, 14%. Мы готовы давать по 12,5%. То есть 1,5% предприниматель может выгодить, если воспользуется вот таким вот предложением от Внешэкономбанка и его агента. Я так понимаю, что это банк малого и среднего предпринимательства, да? Да, да. Ну, я хотел сразу сказать, что как бы все проекты разные, предприниматели разные, малые и средние предприятия разные. Поэтому 12,5% это по тем проектам, которые реализуются в рамках программы, это средняя ставка. Конечно, она может варьироваться в ту или иную сторону. Хорошо, то есть это, в общем-то, как бы эффективный инструмент, на мой взгляд. А что нужно, да? Кто может воспользоваться этим предложением? Этим предложением может воспользоваться руководитель любого малого и среднего предприятия, который в соответствии с законом, о котором мы уже говорили, может отнести свое предприятие к малым или средним. То есть вот есть определение, если вы под него подходите, то вполне можете воспользоваться. Хорошо, продолжим развивать тему после новостей. Итак, продолжаем обсуждать в рамках подготовки к Международному экономическому форуму в Сеуле, Корея, который пройдет 3-9 ноября, обсуждать развитие малого и среднего предпринимательства в России. Основная тема будет на форуме, ну, по крайней мере, одна из основных. У меня гости, еще раз представлю их, Михаил Копейкин, заместитель председателя Внешэкономбанка и Наталья Ларионова. Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. Итак, я предлагаю начать с того, чтобы пообщаться с нашим слушателем. Андрей у нас на линии. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, вот если, ну, как бы, малого и среднего бизнеса, да, у меня вопрос такой, вот при создании тендеров и конкурсов, я представляю проектные направления, у проектных организаций потерялась возможность нахождения работы. Во-первых, ее нельзя бесплатно достать, потому что все тендеры и конкурсы, они сами по себе платные, нужно, допустим, за 5-миллионный объект нужно заплатить, ну, хотя на несколько там, на непродолжительное время 300 тысяч, но их надо найти. Вот в течение двух лет мы потеряли возможность найти просто-напросто работу. Вот мы проектировали высшее учебное заведение, мы не можем прийти, допустим, в университет, и хотя у них много работы, база вся разрушена, они без конкурса не могут, как бы, дать напрямую нам работу. А на конкурс они боятся выходить, потому что выигрывают непонятно какие организации, и из Хабаровска, и из Уфы, и так далее. И московским организациям не пробиться. Вот как с этим быть? Мы писали в Минэкономразвитие, и надо сказать, что в течение двух лет мы еще могли как-то найти работу, но сейчас, как бы, это стало практически невозможно. И, в принципе, для государства, если уж говорить там об экономии какой-то, для государства непродуктивно на каждый гвоздь делать конкурс. Я понимаю, конкурс, когда на какие-то темы, там, ну, типа Сити или еще что-то такое, но когда, условно говоря, на комнату, где будет стоять бесперебойное питание, объявлять на всю Россию конкурс, и потом... Хорошо. Андрей, спасибо вам большое. Я думаю, что вопрос ваш понятен. Ну, я так понимаю, что просто сложно небольшой организации пробиться вот в госзаказ, да? Насколько я понял. Вы знаете, я так понимаю, вопрос ставится, нужен ли конкурсный принцип распределения госзаказа. Ну, то есть, нужно ли тендеры, да? Тендеры нужны. Мы прекрасно с вами понимаем, что это единственный правильный ответ. И второй вопрос, действительно, как они должны быть устроены. Вот я уже говорила о госзаказе. 20% госзаказа размещается у малых и средних компаний. Что это значит? Если вы зайдете на сайт закупки GoFro, вы увидите, что разыгрываются тендеры до 15 миллионов рублей. Там участвовать могут только малые компании. Вот малые компании соревнуются с малыми компаниями. Но принцип соревновательности, конкурсности, он остается. Это совершенно правильно. Потому что государство, оно действительно должно выбирать лучшее предложение. Дальше. Задаток. Есть система задатка. Действительно, мы тоже сталкиваемся с недобросовестной компанией. Но для малых компаний он снижен и составляет всего-навсего 5% от суммы лота. То есть, все-таки, такие барьеры, которые бы отсекали совершенно недобросовестных участников, они вводятся, и они должны быть, они присутствуют в законодательстве других стран. Вы знаете, тема госзаказа, она очень сложная. Но я думаю, слушатели знают, что сейчас идет большая работа по формированию федеральной контрактной системы. Там очень много интересных решений, новых решений. Вводится правило второй руки, когда крупное предприятие выигрывает какой-то большой заказ, но берет на себя обязательство привлечь малые предприятия на субподряде. А вот так вот даже, да? Да. То есть, этого нет. Вводится система долгосрочного планирования. Сейчас этот закон находится в Государственной Думе. Прошел первое чтение. Поэтому много тех болезней, которые сейчас встречаются в госзаказе, мы в нем постараемся закрыть. Там будет и борьба с демпингом, когда конкурс выиграет компания, предложившая больше. Вводится ограничение. 20-процентный демпинг, если компания осуществила, она попадает в другую процедуру. Сейчас пришел на конкурс, два раза меньше заявил, а там дальше трава не расти. Вот все такие болезненные точки мы постараемся закрыть в рамках работы с федеральной контрактной системой. А когда это все может теоретически вступить в силу? Ну, пока это 1 января 2014 года. То есть прогнозируемый срок 1 января. Да, 13-й год уйдет на работу по нормативке уже второго уровня. Хорошо. Ну, я надеюсь, что мы ответили на вопрос Андрея. Вернемся к, опять же, способам, тем способам, которым государство может помочь малому и среднему предпринимателю. Мы уже поговорили о, собственно, льготах по налогам, то есть некие упрощенные режимы и так далее. Поговорили о льготных ставках по кредитованию. Ну, предлагаю обсудить, что еще у нас осталось. Наверное, гарантийные фонды и, наверное, гранты, которые даются на развитие каких-то направлений, которые государство считает наиболее, скажем так, важными для себя. Давайте поговорим о гарантийных фондах. Наталья, вот что это такое? То есть, по сути, это когда за... Государство как бы гарантирует, да, выступает в качестве поручителя для банка. Да, это совершенно точно. Вот представим себе ситуацию, когда у предпринимателя хороший проект, и банк вроде бы готов его прокредитовать, и ставка у него адекватная. Но банк в последний момент спрашивает, а что же в залог ты можешь оставить? Предприниматель понимает, что вот в залог-то ему оставить и нечего. Вот именно в таких случаях на помощь приходит система региональных гарантийных фондов. 70% требуемого залога эти фонды могут предоставить банку в качестве поручительства. Фонды есть в 80 регионах. Их нет всего-навсего в трех регионах. Это Чукотка, Еврейско-автономный области, Ненецкий округ. То есть, если вы наберете название своего региона рядом с словом региональный гарантийный фонд, у вас будет стопроцентное попадание. Вы попадете на сайт и получите адреса, пароль и явки. Михаил, а вот, собственно, банк развития малого и среднего предпринимательства, он как бы, как вот с гарантиями там ситуация? То есть, я так понимаю, есть же выбор, да, если можно прокредитироваться у коммерческого банка, использовать гарантийные фонды, либо взять кредит у ВЭБа. Ну, я хочу подчеркнуть, что сам банк, МСП-банк, он напрямую не кредитует конечных заемщиков. Он кредитует субъекты малого и среднего предпринимательства через сеть банков-партнеров и организации инфраструктуры. Это достаточно большое количество этих организаций, свыше трехсот. И, соответственно, с ними заключают договора. И в рамках этих договоров уже банки-партнеры и организации инфраструктуры финансируют субъекты малого и среднего предпринимательства. То есть, заходите на сайт МСБ. Да. И смотрите, какие партнеры есть в вашем регионе. И через них уже пытаетесь, как это вот, что называется, поучаствовать в этой программе. Заходите на сайт МСБ банка, там есть интерактивная карта и указано, в каких регионах какие банки-партнеры, какие организации инфраструктуры, какие требования к заемщикам. И вся необходимая информация там содержится. Можно, на мой взгляд, на 90% или 95% вопросов, которые возникают у руководителей предприятия, ответить, посмотрев на вот эту интерактивную карту. Ага, с этим понятно. Ну и остались у нас гранты. То есть, что это такое? Есть ли какие-то у нас деньги, которые можно получить просто вот... Просто так. Просто так, да. Безвозмездно. Безвозмездно. Да. Вы знаете, самая такая обсуждаемая тема, обычная, когда работаю на конференции, предприниматели делятся ровно на две части. Одна говорит, что это хорошо, другая говорит, что это халява. И вот на самом деле, зачем нужны гранты? Да. Но совершенно очевидно, что нам надо поддерживать предпринимательскую активность, наверное, с большим рвением, нежели это надо Америке, Англии или Японии. Просто потому что у нас малого бизнеса мало. Нам надо вообще поддерживать любое желание человека стартовать. Я там не беру случаи мошенничества откровенного. Поэтому система грантов, она остается, мы где-то в год поддерживаем до 12 тысяч начинающих предпринимателей, ставшая такая достаточно известная сумма, 300 тысяч рублей. Это действительно для начинающих, для тех, кто зарегистрировался и работает не больше года. Это ИП может быть, может быть ООО. ИП, ОООшка. Причем существуют разные гранты. То есть, если это инновационная компания, в основном мы ориентировались на вузовские компании, так называемые, 2017-го, там сумма гранта увеличивается до 500 тысяч. Нет, ну вот, допустим, я инновационная компания. Я предоставляю какие-то, например, в интернете сайты у меня, предоставляю какие-то услуги инновационные, какие-то сервисы, допустим. Могу я прийти и сказать, вот я хочу получить от вас 300 тысяч рублей? Ну, надо прийти не в Минэкономразвитие, а опять же таки в региональные структуры. Вот надо сказать спасибо поисковикам, всем, которые существуют. Надо просто посмотреть, в среднем один-два раза в год в регионе идут конкурсы. А кто проводит, то есть в какую структуру приходить? Местная администрация. Бывают комитеты по малому бизнесу, есть министерства экономики, департаменты. То есть, вот опять же таки призываю, гранты и название региона. Вы точно попадете на сайт той организации, которая в вашем регионе выдает средства. У нас есть очень продвинутый регион, например, в Москве гранты распределяются в прямом эфире. То есть в прямом эфире идет видео IP-трансляция. И, пожалуйста, идет заседание. Приходите к нам на Финам.ФМ в прямом эфире распределять гранты. Это вам надо с москвичами посоветоваться. У них огромное число смотрящих на эти процедуры, то есть открытые заседания. И сейчас регионы постепенно внедряют такие механизмы, чтобы действительно сделать распределение максимально открытым. Хорошо, у нас есть вот эти все, что называется, методы. Поговорим об эффективности. Очень кратко, поскольку времени у нас осталось мало. Что является, на ваш взгляд, самым эффективным методом? Что является самым востребованным? Гранты, скажем так, ставки по кредиту, гарантийные фонды, налоги. Ну, налоги, понятно, что здесь, наверное, статистики никакой нет. Такое, чтобы говорило, что... Хотя, наверное, почему? В принципе, можно посчитать, сколько компаний выбрали ту или иную упрощенную форму. Ну вот, на ваш взгляд, что эффективно? Вы знаете, мне кажется, вот мы уже вышли из такого поиска, то мы золотой административный барьер искали, который вот сейчас с ними все расцветет. Теперь вот золотую форму поддержки. Наверное, речь идет о комплексности. И задача тем и сложна, что нельзя вот взять одни деньги, все суммы взять на гранты поделить, или кинуть только на гарантийные формы. Вот предприниматель должен иметь возможность получить ответ на те вопросы, которые у него возникают. То есть все работает хорошо, да? Ну, оно... Всегда можно желать лучшего, но я считаю, что каких-то откровенно провальных тем все-таки у нас не было. Михаил, очень кратко, как вы считаете, что самое важное? Я считаю, что все-таки самое важное – это банковское кредитование. 90% всех средств, которые привлекают малые и средние предприятия, конечно, приходят через банки и через те кредиты, которые они берут в банк. Хорошо. У нас просто уже заканчивается время. Тема очень интересная. Я думаю, что еще обсудим ее. Все средства хороши. Я думаю, что усилия государства в поддержке малого и среднего бизнеса, они, в общем-то, возместятся, и малый и средний бизнес будет у нас расти и развиваться. Через буквально две минуты после новостей в программе «Сухой остаток» Олег Дмитриев расскажет про российский рынок акций, события и прогнозы объявит и даст какое-то свое оценочное осуждение, скажем так. А у меня в студии были именитые гости Михаил Копейкин, зампред Внешэкономбанка, и Наталья Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. Это была программа «Финам.ФМ», программа «Бизнес.Класс». Я Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. Всего хорошего.